Есть ли в жизни смысл? И в чем он? Книга Экклесиаста – ключевая книга Библии, рассказывающая о поиске смысла жизни. Хотя Экклесиаст не является пророком, но именно его размышления вошли в канон Библии. Само по себе содержание книги Экклесиаста сводится к осознанию, осмыслению ценностей всего того, что составляет человеческую жизнь. Экклесиаст формулирует свою задачу следующим образом. «И придал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем». Общий же результат своего исследования Экклесиаст выносит начало книги, обозначив его словами. «Суета, сует!» – сказал Экклесиаст. «Суета, сует! Все суета!» Начиная поиски смысла жизни, Экклесиаст предполагает, что он должен быть. Именно поэтому отсутствие смысла, тщетность сего, имеющегося в мире, повергает его в печаль и скорбь. Экклесиаст ожидает найти что-то значимое, но известный ему мир не может ничего дать. Знакомое ощущение? Бесконечная пустота в сердце и погоня за поиском смысла приводит порой к пониманию того, что ничего не может заполнить. Существующая в сердце пустоту. Ничто не обладает смыслом и значимостью, поэтому главный искатель смысла жизни Экклесиаст выразил свою мысль следующим образом. «В человеческой жизни должны быть смысл, радость и благо. Человеческая жизнь должна иметь вечное измерение. Без этого жить невозможно. Но нигде в мире я этого не нашел». Вот поэтому заканчивается книга Экклесиаста призывом «И помни Создателя твоего в дни юности твоей, в руки которого отходит дух человека, и возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Так рассказывают об одном известном австралийском страховом агенте Дони Ричи, который в течение 30 лет отговорил от самоубийства более 500 человек. Этот человек жил со своей семьей у мыса под названием «Разрыв» в Австралии. Он знал, что этот мыс – очень популярное место для совершения самоубийств. Ричи следил за утесом и, как только видел подозрительных людей, тут же шел к ним и предлагал зайти в гости на чашку чая. Вместе со своей женой он угощал их чаем и долго с ними разговаривал об их жизни и ее смысле. Отговорить от самоубийства удавалось не всех, но многих все же получалось переубедить. Эта история показывает, как часто людям не хватает истинного смысла жизни. Сам Экклесиаст, не найдя смысла ни на земле, ни вечности, указывает на Бога. Бог восполняет потребности человека и в том, и в другом. Спасение от бессмысленности бытия находится у Экклесиаста вне рамок земного существования и даже вне посмертного разделения души и тела. Завершая книгу, несколько строк о главном, единственном возможном для человека смысле жизни – ходить перед Богом. Этот вывод совпадает с заветом, который Бог заключил с Аврааму. Совпадает он и с тем, как видит жизненный путь человека пророки. «О, человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Размышления, описанные в книге Экклесиаста, во многом напоминают обстановку в современном мире. «Они призывают нас в первую очередь серьезно относиться к своей жизни. Экклесиаст ищет смысл жизни во многом, потому что его современники отказались это делать. Довольствуй сейминутным благом». В книге Экклесиаста наглядно демонстрируется тщетность такой ограниченности, потому что в этом мире нет ничего, что бы могло насытить душу человека. Экклесиаст подводит итог всему ветхозаветному, религиозному и житейскому опыту. Он постоянно подчеркивает, что перед лицом смерти и тщетностью всего сущего только сам Бог может наполнить человеческую жизнь смыслом и благом.